5 решающий матч у нас против айс против асуса это отряд двое злорца то есть два псеводика 2 офицера безликий один псеводик хотел сказать неважно неважно взлетает ввысь слушать про матрица первое начало не слов как красиво он это сделал но не добивает когтями но тем не менее очень много информации скорее всего да это будет граната по двоим даст собрал всю волю в кулак граната в данном случае сейчас он сделает дабл хилл скорее всего прекрасный ход со стороны авсуса я прям аплодирую стоя в данной ситуации ну да очевидненький но принципе наверно айс должен был знать что существует такое падение с крыши все увидимся все ровно без багов две цели открыты и надо бы надо бы их уничтожать но глупо просто не воспользоваться данной возможности кстати у псевдоника сейчас есть возможность вообще-то накидать рифт и просто сделать даблкил фактически но вот он решает все-таки точно 1 салитковать причем гарантированно ну прифт на двоих это как-то не очень серьезно зато был бы зомби можно было разведку устроить по-моему достаточно неплохая вещь а прости 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 я уже понял да 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 но вы поняли так ну безликий безликий да то что до 40 мега фантазия доводит рифт до уровня обилки гейткипера поэтому да ваш до уровня гейткипера может быть даже лучше да 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 но смотри везде кого-то он не добивается да вот поэтому как бы наверное было бы хорошо использовать рифт все-таки но вот гранат видимо рассчитывал попасть вот правом офицером но как-то не срослось в этот раз стена помешала и сквозь стены на этой карте нельзя кинуть гранаты к сожалению и овервотч четыре урона очень хорошо но это все что можно пока сделать asus дата сейчас будет по моему двойной дома по двум сторон нет по одному все-таки по одному но смотри он снес зато кирпичную стену и можно сказать оголил двоих копейщиков на копейщик там отложил кирпичей судьбу самой даже вдвоем их отложили потому что реальности безликий в неравном бою но я думаю тут не только копейщик кирпичи отложит такой безликий смотри-ка смотри-ка кстати как ловко поставил айс своего копейщика прям рядом с бочкой с пропаном очень прекрасно 10 из 10 положения действительно но это еще надо заметить кстати что здесь пропан то есть ситуации можно разные попадать другое дело как оппонент это увидит и воспользуется ей так ну тут скорее всего рифт да ты профил вот ты пожалуйста его получил аж по троим целям очень неплохо но в этом случае дан конечно правда нам тут не спорю нам показываю повтор чудесного точнее повтором кастует просто он всякие способности на каждого день но сегодня к асуса ментальный щит вот а у копейщика такого щита нет и соответственно эффект дезалентация накладывается что конечно неприятно но такое это не очень-то мешает данном случае я думаю да с бочка кстати такой интересный такая стелс бочка потому что осы пока не видит но если увидит все-таки отрешит ситуацию старин вот как правильно это произносится сторона причем тут все бойцы айса ушли в стелс фактически порвали видимость достаточно я хотел действительно про это сказать почти никого мы не видим никого не видит собственно айс и неужели что к цистерне побежит тое самое вот это будет интересный муф сейчас нам в голове у айса да как он знал причем смотри интересно если сейчас ударит его в миллион получит неожиданный сюрприз да надо будет спросить асуса он вообще знал про эту бочку или нет да просто смотри интересно я помню самого ты не сдамажила то есть вот такой очень-очень тонкий нет задамажила задамажил зато он убил копейщика в любом случае да с уже такой знаешь удивительно совпадение случайности когда в общем ты не знал вот так получилось за кирпичами мы видим четыре урона ну да да не добивается у нас безликий айса у нас в этом раунде вы не поверите нету крисолидов и поэтому кокона ждать неоткуда да но все поправим потому что впереди следующий тур и и в общем-то расслабляйтесь да крисолид на этом турнире еще будут правда не часто и немного уже но тем не менее будут еще так 4 ну очевидно растекается растекается безликий айса посмотрим что псионик сделает больно другому псионику всякое сделать точно не сможет потому что есть ментальный фит и посмотрим статист решил выкинуть интересное решение кстати когда достаточно грамотно причем еще хотелось бы отметить по поводу считаю в общем то мы специально так сделали чтобы чтобы с этим отрядом нельзя было контролить чужих псиоников там на 25 процентов и за счет этого тащить игру ну смотри кто остался в итоге у тайса давай посчитаем по моему два офицера и и все по моему копеечка у него больше уже нету да один был на крыше другой умер внизу соответственно да ты прав причем на следующем ходу асу скорее всего подведет своего безликого к псионику и может ему кактус снести так ну мы видим что собственно я асус написал то что айс говорил то что он не мог управлять безликим подозревал своего соперника в нечестный мимо в нечестной игре но как бы они сумели договориться это хорошо что не дошло до вмешательства так сказать моего и хорошо что они смели договориться и довести матч в итоге до конца так но тут мы видим конечно что громадное преимущество у айс у асуса и ну нет он не возьмет его под контроль да но как раз таки часа у ешку решает использовать свою принципе убирает овервоч хороший ход и сейчас будет проказ дополнительных дебаф а нет или не будет кстати интересно причем как раз то не было нет я читал в описании там написано что он может наложить но не накладывает в итоге ну то есть а может и не прокастануть этот эффект да сейчас колесо произойдет то что как раз таки мы предполагали что захочет зарубить кактус и открыть сегодня к для атак до промахнулся но в принципе он делал свое сделал неплохой неплохой урон как бы гринписовцы были бы недовольны этим турниром потому что много деревьев полегло в процессе данного турнира вон кактус тоже не выдержал напора безликого обыскал что защитки животных тоже были бы против потому что сколько крисолидов было уничтожено страшно подумать ксенофаны были бы недоумение так ну видим то что решает он сегодня к жизни скорее всего о по-оп-оп а вот это вот это то зачем мы добавляли сюда копейщик именно вот эта ситуация то есть смотри вот копейщики не работают только у хьюстона у всех остальных вроде как вот они даже работают не зря все-таки давай но у меня вот например бессерки не работают так что в принципе это индивидуально кому что да у меня вот три хэви работали всегда у тебя архонты ну и так далее так ну досталось два офицера у айса естественно шансы минимально при таком раскладе потому что смотри что у вас два офицера безликий и псионик ну тут уж шансов вообще нет никаких мне кажется да согласен места сейчас у вас может угореть вот тот офицер который на крыше сел потому что он по-моему все-таки все вагон решает не рисковать использовать ресурс не стрелять сквозь стену в принципе правильно да это очень очень правильно особенно после нашего первого раунда который мы комментировали где все таки очень много было на рандом поставлено ну видим то что принципе пасус тут скорее всего да нет нет не скорее всего нужна побеждает айса карамадное преимущество мне кажется тут да из проиграл позиционную войну очень сильно очень сильно проиграл позиционно и я думаю скорее слова оси здесь было две ошибки это баллон с пропалом и в общем-то крыши то есть мы видим не ожидал что соперник придет на стройка быстро если каждого крыша как-то занять но вот так что ему боку ну да такое хотел обстрелять сверху оппонента сейчас убегает офицер но вряд ли это поможет тем более у вас каким-то образом а нет это не вас это у контрольного айса осталась граната которая сыграет против него да он сейчас может мы inspire хотя кстати могу дать ему inspire в принципе вдохновение и добежать докинуть но в общем-то и так тоже хорошо да это здорово то здорово конечно пусть отправляется понятно поведение с в данной ситуации потому что к спина остался один винис один хп но и в общем то не то чтобы игра в защиту здесь бы вы правило положение но тем не менее ну я не знаю чё тут айс таков ждет или ну тут просто уже все а ну вот вот собственно как ты предлагал пожалуйста вот тебе и спа я правда граната уже нет но все равно думаю что легко разрулится зайдешь сейчас флангой ну или так да нет это будет крит в полном укрытие как мы любим да асус решил в конце как это унизить попасть в полном укрытие критом решил отыграться за все прошло таким образом он ставит точку в этом противостоянии между 32 счет и у него даже оценка хорошо в итоге за этот матч что в принципе отражает действительно действительность данного матча да и просят меня за футологию но действительно очень хорошо сыграл тасус тут не разбазарил все шансы которые дал ему айс да согласен и если уж xcom говорит что хорошо значит что можем сказать действительно все было хорошо отлично xcom редко разбрасывается комплиментами это уж точно особенно особенно в техническом плане ну ладно не будем и будем об этом нас ждет еще очень много много интересных матчей саван леет будет с вами двигаемся дальше да спасибо вам друзья за просмотр и встретимся уже в следующем этапе турнира всем до свидания всем пока